так мы сегодня у нас третья часть по ацтекам поговорим немножко о том как они одевались как были устроены ацтекские дома дома и как собственно жили богатые как бедные люди ацтекские дома в основном были одноэтажные один только у императоров и богатых со самых аристократии были дома в два иногда в три этажа но связано это было в том числе на самом без болотистой почвой высокие дома строить было сложно и поэтому например когда возводили храма храма конечно тяжелый очень то возводили их на специально достаточно сложно в фунаментах в прошлый раз мы говорили что забивали сваи в землю глубиной до 10 метров вот естественно обычные дома на таких своих не строили поэтому они все были невысокие почти в каждом ацтекском доме даже в небогатом был сад был небольшой внутренний дворик с садиком со самые бедные жили в однокомнатных домах была одна большая комната и по другую сторону этого садика стояла кухня и баня почти все ацтекские дома имели небольшую баню что это такое это было сооружение такое полукруглое полукруглое рядом с которым располагался очаг то есть это было небольшое помещение куда могли поместиться один-два человека которая топилась как бы сбоку то есть очаг расположенные рядом с этим сооружением плотную он нагревал одну плоскую ровную стенку соответственно и когда человек заходил очередь маленькую дверку в эту баню закрывал собой этого завела абсолютно темно обычно или нуля оставали не может ему небольшую щелку как-то так вот он брызгал во поливал водой эту стену образовывался пар баня наполнялся паром и дальше собственно говоря используя специальные растения выделявшие мыло это мыльные растения он на ими обтирался на отирался до красной кожи вот так проходила собственно мытье в бане она имела определенный религиозный смысл то есть надо понимать что это носило не только гигиенический характер но это было не гниг некая освещенная религии так сказать обряд очищения тела которая соответствовала ощущению и духу человека вот поэтому это всегда в баню обязательно ходили перед большими праздниками когда например пролезь на какие-то праздники женщина после родов обязательно принимал баню ходил в такую такую баню и вообще от стеки вагине гигиенику что относились крайне ответственно поэтому баня была фактически у всех даже у достаточно небогатых семей какую одежду носили астеки поэтому во первых мы говорим о мягкие достаточно жаркий климат да за счет высокогорья ночью бывает холодная но дневная температура круглый год не ниже 20 градусов поэтому никакой зимней одежды собственно говоря было не нужно одного стиля собственно и летнюю одежду что носили мужчинам вот эти посмотреть на рисунок который про изображает не сауле пили правитель города тескопа то он даже как раз в одежде такой типичной одежде знатного богатого ацтека основное это мастлаль это в общем-то единственная обязательная одежда для ацтекского мужчины для бедного это богатого это по сути пояс пропущен широкий пояс пропущенный между ног соответственно и спереди вы видите спускаются такие два канонца как такой передник здесь он естественно в красивом переднике расшитым богатым естественно простые люди носили однотонный маршал но это была обязательная одежда любого мужчины на плечах видите плащ плащ опять плащ та вторая часть которая надевалась или в прохладную погоду носил просто более богатыми людьми пугови зацеки не знали поэтому плащи просто завязывались на груди парадные плащи были очень красивы европейские храницы просто восторгаются им потому что они делались обычно из вообще тумажной ткани и на них были различные вышивка самых разнообразных цветов там забрали птиц изображали богов изображали воинов сражающихся изображает цветы то есть праздничные плащи были чрезвычайно богаты расшиты в общем то такие плащи их для праздников были практически у всех людей даже у не очень богатых самые лучшие плащи делали на востоке вообще искусство хлопководца изготовление одежды из хлопка пришло к ацтекам с востока с юго-востока именно там приезжая мессиканского залива делались как стали самые красивые плащи и оттуда они или в как торговыми караванами в качестве дани поступали собственно говоря в столицу и во многом именно за счет дани по простые ацтеки собственно получали в подарок от императоров соответственно такие красивые праздничные плащи еще мы можем увидеть что это головной убор головной убор из перьев астеки крайне любили перья птиц и поэтому такие красивые на украшение из перьев были фактически у всех у всех знатых астеков но не знаю как во многих обществах таких традиционалистских традиционных были ограничения на ношение тех или иных символов были определенные символы бирюзовый цвет символы бирюзой которые были доступны только императору я также большое количество золота было доступно только для знатных воинов то есть простые люди не могли надевать но тем не менее украшение тоже были достаточно разнообразный богат то есть ткань ткань могла бы кажется как угодно вот украшение определенные ограничения были императору когда выбирали избирали новый император обходил судору выборов и бы избирали его ему торжественно обновки прокалывали носовую перегородку для того чтобы вставить туда украшение из бирюзы которые он мог носить только император какие еще украшения носили мужчины и женщины эти другие носили достаточно много украшений на лице чем мужчина обычно носили украшения продетая в нос уши прокалывали реже женщин наоборот носились все серьги в ушах кроме того иногда мужчина особенно знатные воины прокат делали себе разрез под нижней губой куда тоже вставляли и золотые выражения за сеньши тоже не украшение из драгоценных полудрагоценных камней что носили женщины женщины носили юбку то есть собственно говоря это была полоска ткани которая оборачивалась вокруг талии соответственно держалась на ремне вот и обычно она была почти до пол то идет до щиколок прикрывать верхнюю часть тела было в общем-то не не обязательно то есть грудь и простолюдинки и крестьянки обычно не прикрывали соответственно некоторые горные племена в частности атоме а там было принято грудь женщины и плечи и руки украшать татуировками но это было несколько признаков такого провинциализма провинциализм то есть вообще ацтеки в и стали то лично ацтеки это не ну смотрели несколько неодобрительно вообще-то секс осталось очень много норовоучительных и таких так сказать обучающих как бы книг книги описывалось как до должное поведение для юношей для молодых воинов для молодых жрецов вообще такой вот учение жизни учения хороших манерах это было даже целое направление ацтекской литературы вот сочиняли писали очень много вот таких поучительных сочинений и части не получите папто записывал чем-то не не противоречило в дальнейшем христианской этике поэтому все это записывалось сохранялась в общем-то это ведь достаточно широко известны и еще до нового соответственно женщины более богатой горожанки они надевали еще такой короткую как как рукав рубашку с короткими рукавами так опять же пуговец не знаю поднимался через голову вот тоже по парадной рубашки были очень красивые украшались искать и птицами и цветами и вышивкой прекрасной то есть это все было достаточно богатой толпа скажем на три жертвы по и ношениях когда приходилось на этот праздник так сказать она была очень празднично одета очень нарядно и очень цветаста скажем так еще необычным стиль украшением было крашение зубов но это было именно вот таким уже для провинциалов то есть а те же атоме женщины там любили для красоты красить зубы в черный цвет а многие племена на берегу тихого океана бежут к западу отмечка накрасили зубы женщин в красных цветах считалось что это красиво но опять же это не одобрялось так сказать столичными нравоучителями считала что это признак такой вульгарщины так сказать признак дурного вкуса признак провинциал провинциалки точнее говоря то есть черные зубы конечно красиво но как-то по провинциальному вот на самом деле стали столичные жительницы до этого пускаться не должны атака что было как-то было устроено дома ацтеков с точки зрения мебели внутреннего убранства в раз то это было крайне скромным и таким лаконичным в общем-то напоминал чем-то во восток в первую очередь японию и сидели и спали на циновках все в доме бедноты это была одна и те же циновка которая служила ночью как бы кроватью днем сиденье сидели обычно уже в позе лотоса вот вообще вся мебели было мало и она была низкая кроме вот таких циновок более богатых дома были как бы что-то типа стульев но опять же не на ножках а именно то есть это сиденье со спинкой то есть на которой тоже можно было сидеть но все это было очень низко также были в богатых домах низкие столики вещи хранили в сундуках на сундуках плетеных то есть на самом деле практически не давала никакой защиты от грабителей он давал очень слабо вот поэтому тут полагали скорее на соседку взаимополучную достаточно же и жестокие наказания для грабителей то есть в общем так сказать защита собственность первую очередь была не не столько за счет скрипки за замоков на дверях или это с каких-то крепких сундуков но скорее на основании просто взаимовыручки и жестоких наказаний за любые преступления против собственности вот то есть и в этом дома богачи от домов бедняков слабо отличались вот что отмечают испанцы испанские хронисты которые из-за отряда выглядят дома они являлись великолепнейшим садам которые не имели аналогов в не в испании не в общем-то нигде в европе но в то же время таскать спали на достаточно жестких ценовых никаких типе пипе пипе перри ночью прохладно потому чтобы надеял таких теплых тоже не было вот как украшали стены в бедного понятное никак в богатых домах украшали либо тканями либо шкурами ягуаров и других животных вот то есть других украшений особо не было освещение освещали факелами освещали факелами очагами использовали в богатых домах топили только специальным породами деревьев дававшими мало дыма и дававшими такой приятный запах вот очаги факелы также освещали и улицы улицы тоже освещались факелами вот который периодически заменялись вот а во время больших шествий какие-то праздник это бывали надо в том числе и ночью сдавали еще специальные такие ну как сказать большие как костры на площадях зажигали тоже для освещения вот то есть система освещения была такая упрощенно достаточно вот она приящего что в тени числа не одним из самых способе движения была лодка потому что почти вдоль каждой улицы шел канал ну город на озере вот поэтому надо понимать что доставка груза сейчас преимущественно лодками потому что был просто и дешевле и удобнее а соответственно грузопоток получал то время направлялся по воде а люди перемещались уже соответственно по мостовым ну мы с тобой уже говорил были уникально чистые то есть чем они абсолютно поразили европейцев поэтому собственно ходи можно босиком да а сид на обуви беднота ходила босиком люди богаче ходили в сандалиях обычно сандалии были закрытой пяткой застегивались ремешками соответственно на ноге иногда были бывали высокие сандалии собственно почти под колено до сих пор в мексике сохранилась поговорка называют человека быстро разбогатевшего или вырос в бедной семье ночью добившего когда сказать говорят что он только первые пока его отец еще не носил сандалии или говорят что он сам он сам в детстве ходил босиком то есть это до сих пор является таким вот символом собственно богатство и наоборот бедность то есть богатые люди с детства ходили в обуви а бедные люди всю жизнь могли вполне проходить без нее тем более что в общем то и погода и уровень таскать чистоты улиц и безопасности это в общем-то позволял в европе собственно говоря в это время ходить без обуви было по крайней в городах наверное очень опасный практически невозможно в те начисла не это было можно что еще нужно сказать носить на трат 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 традиции и в воспитании в сравнении очень много норовоучительных книг то собственно рассказывается о том как же как же нужно жить в общую так сказать модель поведения знатного отсек который вы приучали с детства она достаточно сильно напоминается такие же норовоучительные книги у древних римлян и в чем-то напоминает викторианскую британию 19 века первое что учили чем учили будущего чем учили знатного отца молодого астека это скромность скромности умеренности и вообще вот борьба с излишествами астека крайне важна поэтому всегда подчеркивала что юноша должен себя вести спокойно в любой ситуации вот что он не должен проявлять свои эмоции гнев особо особенно гнев вот им только юношный император тоже ни в коем случае должен гневаться и должны все дела все вопросы решать рассудительно хладнокровно вот и не давая чувств не давая своим чувствам и эмоциям властвовать над собой вот поэтому это астас а основа основ второе чушь что что должны чему должны были соответствовать собственно говоря юноши ну это безусловно это храбрость в бою это однозначно и храбрости был безусловный потому что все таки астеки это общество воинов вот поэтому тут они однозначно трус это самое такое оскорбительное слово для любого отца астека даже знатного незнатного неважно вот но тем менее вот это хладнокровие умение себя сдерживать она уставилась очень высоко в людей которые это нарушали если они то есть только для одной категории лиц были такие знаменитые воины обычно относился считал что это особенность племени от атоме вот которые были безумно храбры в бою но несколько не сдержаны в речах нет конди же нежно в отношении женщин несколько не сдержанных как там своих эмоций им это прощалось но они оставались только на военной эстезе их никогда не назначали не губернаторами не чиновниками той чиновной карьеры была ли они за закрыта для них было открыто только во военной эстезе так сейчас секунду перерыв 30 секунд так теперь давайте немножко посмотрим какие были собственные у людей развлечения что они делали свободное от это сказать от работы время первых развлечений праздников было много ну как во многих традиционных обществах если например посмотреть эстезский календарь то это же 18 месяцев по 20 дней вот могу просто зачитать перечислить в какие месяцы были какие главные праздники только главные первый месяц отель кауала месяц воды или же по-другому называли его еще месяц растущих деревьев основным праздником был же это приношение приносили в жертву детей в жертву приносили до богу дождя от лалоку второй месяц праздник шипитотека одного из богов приносили в жертву уже пленников с которым сдирали кожу потом облачали жрецы и вот был сказать основной праздник опять же праздник не единственный третий месяц тисо стонтли принесение в жертву цветов то есть это наверное самый мирный месяц но опять же понимаешь что помимо всех основных праздников были еще праздники малых божеств и как бы ну процесс не должен восстанавливаться вот и приносили цветы в дар богини к отвлеку я четвертый месяц уэйма собственные праздник в честь бога мои сама из она понимается главная собственно говоря сельхоз культура и богини маиса чико метла отель при ней приносили в не деже жертву соответственно тоже цветы и еду живу животных вот это были огромные процессии женщин с початкой моим маиса к ее храму вот пятый месяц месяц тискалитпоки его праздник и принесение в жертву юноши который его олицетворял тискалитпок кто до этого год жил в царских покоях надо сказать что вот то что хагард описал дочери мутесу в известном романе своего дома самых известных он очень базировался на забирать и записанных уже в то время до давно известных вот этих астерских сказаний очень записывал достаточно реальную ситуацию ну поэтому фантастическое смысле придумал сюжет но действительно юноша который должен был принесен жертву в праздник святской эпохи он действительно год до этого жил царем вот ему таскать оказывались царские почте но потом он погибал что символизировало возвращение тискалитпоки на на и на небо и то что он когда доволен своими сыновей детьми ацтеками что они ублажали как могли вот соответственно что он скольбуты к ним обратиться благосклонно вот шестой месяц это и царь алист ли это про опять же праздник тлалока праздник бога дождя потому что вчера все равно тлалок на на место отцелопочли это главный бог потому что говорят дождя зависит все вот соответственно это ритуальное омовение озере это мама массовое купание вот и опять понесение в жертву людей естественно олицетворяющих богов дождя и богов воды и по и посты это еще месяц постов на посты правда соблюдают только жрецы и соответственно ученики жреческих вот школ имени крицалькоатля как мы ими еще на бог крицалькоатля вот соответственно следующие месяцы это праздник соленой воды вот и принесение уже этого женщина олицетворяющего богиню соленой воды у и что силу тали потом больше месяц большого праздника это главный праздник когда император раздавал населению подарки раздавал продовольствие раздавал красивые ткани это огромные танцы так сказать вот главный станет ну и соответственно принесение уже эту женщину олицетворяющую собой богиню молодого маиса вот следующие праздник цветов празднику целопочли увеселение перы танцы сказать опять же 2 до 20 дней несколько праздник вот следующий праздник бог бога огня при нему приносит жертву пледников вот соответственно и по состязаниям молодых юношей еще не неженатых вот следующее праздник то есть месяц очпанистли праздник богинь земли растительности которых изображают стравяны венчиков в руке поэтому шутку потом называли месяц метелок вот танцы и сражение между женщинами куртизанками с одной стороны целительницами с другой стороны такие как бы ну это ритуальные по это не настоящая так сказать такие праздничные ритуальные сражения вот и принесением жертву женщины которая служит воплощением матери богов вот одновременно это месяц большого парада вот когда воины проходили перед императором отличившимся за последний год он дарил так сказать красивое оружие украшения иногда рабов так сказать ну приплепленных вот следующий месяц возвращения богов считалось что первые бога на земле вернется бог искает бога а в последнюю старый бог огня собственно бог отец которого приносили жертву пленников вот следующий праздник гор опять же месяца по 20 дней по 30 вот в этом мистере в этом месте традиционно лепили из теста изображение гор то есть каждая семья должна слепить гору из теста ну по это статус лепили городской человеческий рост почти это такая что в сто раз меньше но тем не менее вот соответственно и потом торжественное поедание этой горы вот для того чтобы опять же умилостивить богов дождя потому что крестьян они самые главные вот и принесением жертву пяти женщин одного мужчины который оттворяя собой собственно 6 богов плодородия вот следующий месяц кичолли праздник уже бога охоты мишко атля вот изготовление стрелы большие охоты ну и жертву и наше известно этому богу потом поднятие знамен праздник год месяц поднятия знамен это главный праздник бога у целого пусть либо бога воинов соответственно и главного зубная бога тена щитлана бога ацтеков имитация огромных сражений вот в котором участвовали все воины то есть это праздник воинов и соответственно про на процессе в честь силоподли по процессе в честь чего бога поймали этого помощника ну и со самые крупные жертвы и ношения пленников естественно посвящены у целопой вот потом опять праздник бога дождя и видите что почти половина месяц посвящена либо богу воинов либо богу дождя вот соответственно из теста и уже лепили изображение богов не горы именно боги сделаны из теста вот и принесли в дары еду пить ее таскать кого как кормили этого бога вот месяц тетик или месяц такой развлекательный жертвоприношений немного шуточный день когда юноши из-за школ нападали на женщины били в пустые мешками вот женщины в ответ могли царапаться проказывать что юноши не могли страдали сильнее школьники чем пострадавшие женщины вот такой такой месяц таскать главный праздник это было в честь богини и лами кутли вот и штатские сражения устраивались ну и последний 20 дневный месяц года праздник бога огня вот соответственно традиционно в этот именно год юношам пробивали нас перегородку в носу и вставляли вставление украшений совестно женщинам соответственно в ушах делали отверстие для сельских и других украшений вот эти последние пять дней которые считают очень неудачные очень не счастливые в которой стеки соответственно меч ничего не делать вот и соответственно после этого на этом год заканчивался и начинался снова следующий год какие были собственно праздники какие были развлечения основных было два это игра в мяч имевшие такой магический религиозный характер и собственно аналог лото игра против кости в лото которая тоже имела природную связь с представлениями о мироздании и о магии ну которую играли все первую игру знали что мы аристократы воины игра была крайне жесткой травмопастой на самом деле даже средневековый футбол на ну не более травмопастен чем игра в мяч играли тяжелым кучуковым мячом некоторые считают что она составляла собой человеческую голову но как бы это некая версия насколько я понимаю однозначно доказательств тут нет в общем то скорее все таки это был матч который игра ну то есть не не факт это какая-то связь все таки именно именно с отрубленной головой такая . по крайней мере никакой информации когда-либо играли головам пленников их не было и символика там носила несколько иной характер то есть играли да еще есть легенды что по игроку побеждав побежденные команды а потом убивая но это тоже заряда ли это еще ходит но что-то никакой сведения нет мы по сути это был крайне странно кроме никакой никакой информации об этом до нас не не дошло вот ну и папа посмыслует не так игра почему носил очень жесткий характер что можно было касаться нельзя было касаться меча не ногами не руками а можно было играть только бедрами плечами на животом спиной и так далее то есть нужно было закинуть мяч в корзину вот то есть это крайне травмы были серьезные потому что мяч был тяжелый опять же были столкновения поэтому после матча почти всегда всем участникам делались надрезы для вытекания круг крови просто потому что была масса внутрь кровоизлияния вот и были смертельные случаи и вы кстати погибший в таком матче считался погибшим в бою то есть он соответственно присоединялся к свите солнца и соответственно считался что он то есть гибель в таком матче было аналогом или гибели на столе даже по отношению или гибели в бою вот это было чтобы на основной к развлечения аристократов ставки были очень высокие боя кстати были жутко 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 азартные люди вот и в принципе проигрывали состояние вот сделай ставки на такие матчи вот а бенната проигрывал просто в атом ну и выиграл правда тоже вот что еще нужно сказать наверно что еще может быть интересно должны сейчас хорошему это было бы семинар пришли бы уже как ответом на вопросы но так как это не семинар а лекция то даже что еще вам интересное такое рассказать про ацтеков необычное до отношения раз прошли по праздникам по праздника давай собственно говоря как ацтеки веселились как штуки использовали соответственно дополнительные средства алкоголя не знали по это что алкоголь там был был напиток откли аукли вот но какой под жестким запретом возможно потому что все таки как-то по опыту они убедились у сильной зависимости индейцев от алкоголя прямо тут просто некая особенность просто строение как бы сказать в физиологии именно индейцев вот поэтому когда европейцы были с собой алкоголь то пьянцы поняли массовый характер с к стежом и очень последствиями вот поэтому потреблять алкоголь могли только старики настолько старики это привилегия старости вот а в зрелом эти боли в молодом годстве был жесткий запрет единственный был день был день 400 богов это был общий праздник всех вот мелких региональных башков вот исторически это война боги плодородия потому что главная проблема всегда это урожай поэтому и действует место но постепенно эти боги превратили в бог богов пьянства почему потому что вот соответственно только на их праздник было разрешено всем при этом неограниченно потреблять вот этот алкогольный напиток ну ты можешь один раз в год и ждать старости старости можно опять же не до безобразия но можно но к наркотикам отношение было другое были вполне наркотические травы нескольких видов которые давали соответственно видение которые использовались и жрецами которые и которым сейчас начинает торжественный ужин то есть качестве аперитивчика люди и ты табак табак тоже был вот был прода доступен богатым людям он был не дешевый то есть табак то планете такой кульва для богатых более бедные вдыхали пары аромат искать тем каких-то про местных трав тоже наркосодержащих соответственно часто с этого собственно начинались большие ужины торжественные на ночные когда сначала все гости сказать выдыхали ароматы в том числе сведения и кто не рассказывается свои видения то есть был такой даже часть тридцотача традиционно большого как рассказ видение что же привиделось не вот но алкоголь был следом под запретом все время существования как ну все известно время существования астетского государства вот и что ценилось из искусств в первую очередь надо отметить соответственно искусство вот эти производства вот этих красивых головных уборов из перьев это было очень высокое искусство все мастера назывались тальтальтеками соответственно в память ароматской империи тальтеков и о том бойке салькуатли который покровитель ремесел и создатель ремесел как по легендам вот все это придумал и создал вот потом высоко истинилось искусство собственно стихотворное понимать что язык но артель готовы говорили ацтеки и ну и 3 тальтеки потому что ацтеки потеряли указать свой язык а пришли на язык завоеванных и метод тальтеков а вот как почти все че припинает вот здесь чищемеков из этого многоплеменного на нашести кто собственно сокрушил тальтевскую империю говорили первой части вот они пишут натрий натрий очень музыкальный язык на самом деле который прекрасно подходит как раз для изображения оттенков чувств потому что с помощью окончаний можно очень точный изменять значение тех или иных слов то есть изменяя окончание можно превратить слово прощание в вежливое прощание в деликатное прощание в прощание надолго в ображдебное прощание то есть это все делалось вот интонации и добавление собственно как окончаний вот поэтому язык очень богатый и соответственно этом языке существовала большая литература которая стояла из нескольких разделов в том числе светская то есть допустим с англичной эпохой европы то светской литературы было больше у ацтеков то есть это были норовоучения это была любовная лирика это были описание сражения дабы жизни описания в смысле ацтекская литература она крайне богата и разнообразна например у скандинавов которые тоже обладали очень богатой литературной традицией в основном это были саги это некое жизнеописание людей или богов вот то здесь мы встречаемся с разнообразными стилями это и лирика это лирика природы надо понимать что есть масса ацтекских стихов привлеченных описанию природы потому что ацтеки они любили животными и растительными и вообще были фанаты садоводческого искусства вот соответственно и любовная лирика и все остальное вот что еще ценился искусство красивой декламации ораторское искусство ацтеки тоже очень ценили соответственно и были большими любителями красиво поговорить вот так что это тоже в общем такое было очень уважаем уважаемое искусство изобразительное искусство до нас дошли к сожалению крайне мало потому что собственно говоря ацтекский сиренчислан был разрушен в дальнейшем были разрушены почти все города ну старое здание хранилось очень мало из того что известно из того что написали конкистадоры это мозаики их несколько что было очень много но все-таки богатые дома украшали мозаиками это искусство было известно и были и мозаичные полы и мозаичные стены то есть картины и видео видимо мозаик они украшали дома императора двое императора украшали дома знатных аристократов это искусство пришло еще от тальтеков то есть на самом деле из того что это дошло и сохранил сперч мозаики в которые археологи нашли в тальтекских городах которые собственно уже были разрушены еще задолго до прихода испанцев соответственно и во многом бы этому сохранились собственно говоря к то время это были героины которые испанцы уже не трогали вот они дошли частично дошли до наших дней ну какой-то мозаик поэтому очень долгоживущее искусство в отличие от тех же птичьих перьев которые известны в общем только по воздушным описанием испанцев но до нас естественно практически ничего не дошло дошло очень мало вот описание дошли вот что еще интересного рассказать что ели ели основной поэтому а маис вот и ели бобовые фасоль и из мяса и дичь индейку кролик был прирученный и дичь индейку кролик и собачки были специально выращивать на мясо сава бачек бесшерстно вот наверно вот это все что это сказать хотел рассказать о жизни простых и непростых ацтеков вот если по итогам прослушивания собственно семинара вспомни что-то интересное дополнительную часть еще расскажу так Не ложки на кого-то, а когда получилось? Субтитры создавал DimaTorzok